Привет, друзья! У меня сегодня пару новостюшек для вас. Компания Sony втихаря, как-то незаметно, без презентации и всякого такого, обновила две своих камеры A7R3 и A7R4. Теперь они будут выходить с буквочкой А. A7R3A и A7R4A. Обновление незначительное, и оно касается только тех, кто собирается эти камеры сейчас покупать. Потому что обновление коснулось только лишь экрана. Разрешение жидкокристаллического экрана увеличено с 1.4 до 2.3 миллиона пикселей. И улучшен USB Type-C до версии 3.2. Пропускная способность его 5 Гбит. То есть это очень даже неплохо. Отличаются новые модельки с буквочкой А от прошлых тем, что у них с экрана убрали логотип Sony. И естественно они получили новое свое собственное название. Так что те, кто собирается сейчас покупать их, обратите внимание на то, что вышло обновление вот с такими вот названиями. И наверняка они в продажу еще, наверное, не поступили, но вот-вот уже появятся. Поэтому обратите внимание. И вторая новостюшка не такая уж и новая, но мое внимание она держит. Скоро выйдет дрон DJI Air 2S. Уже не Mavic, потому что это, наверное, принципиально новый дрон. И от Mavic серии он будет отличаться. Чем же меня так интересует DJI Air 2S? Ожидается, что у новой модельки будет большой 1-дюймовый 20-мегапиксельный датчик, который выдаст нам картинку не хуже, чем у Mavic 2 Pro. Будет 10-битное видео и Intelligent HDR. Конечно, у Mavic 2 Pro разрешение 48 Мп. Здесь всего 20. Но в 4 раза больший размер сенсора, во-первых, говорит о том, что картинка должна быть хорошая, а во-вторых, что там должна быть офигенная светочувствительность. И мне кажется, что новый Air 2S очень неплохо будет конкурировать с прошкой. Потому что моделька будет небольшая, компактная, светочувствительность обалденная. И Ocusync 3.0 позволит ей летать достаточно далеко. Почему я думаю, что Air 2S уже не будет в линейке Mavic? Потому что у него реализована система спутникового наблюдения за дроном. И это уже новое поколение дронов. У DJI эта система получила название AirSense. Она заключается в том, что дрон улавливает сигналы других летательных аппаратов. И прогнозирует, если их курсы пересекаются, то пилот будет об этом уведомлен. Эта система призвана повысить безопасность полетов и прекратить или сократить авиакатастрофы возможные. Я думаю, что Air 2S будет презентован уже очень скоро. И когда его, наконец, покажут общественности и подтвердят все слухи, которые давным-давно уже плодятся. Я обязательно сделаю такое заключение свое по этому поводу. Но ожидаю я от этого дрона очень много. Вот такие вот пара новостюшек у меня для вас, ребят. Сегодня было. Оставайтесь на канале. С вами был Сергей Блинов. Видеозон.XL Все. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok